Столичные жители не могут вернуть почти 30 миллионов тенге, потраченные в элитном строймагазине. Дело в том, что люди покупали товар для ремонта, который на самом деле для них никто не заказывал. Менеджеры выдавали покупателям фиктивные накладные, а деньги оставляли себе. Пострадавшие уверены, что в этой истории замешан и директор магазина, поэтому требует тоже привлечь ее к ответственности. Ардах Саидула выясняла, куда ушли деньги астанчан. В этот элитный магазин интерьера и декора столичные жители пришли за красивыми дверями, ламинатом и обоями. Но вот уже 4 месяца два десятка человек никак не могут завершить свой ремонт. Все они говорят, что остались обманутыми, деньги выплатили, а товара нет. Вот накладные квитанции на миллион 200 тысяч тенге. Именно столько Анар Сулейменова заплатила в феврале за двери. Женщине пообещали доставить товар в апреле, а потом ей сообщили, что из-за проблем на границе будет задержка на месяц. Покупатель решила вернуть оплату, но выяснилось, что деньги уже присвоили менеджеры, выдав фиктивные накладные, а двери никто не заказывал. Но больше всего покупатели удивляют то, что директор магазина ничего об этом не знала. Посреди города, столицы, такой обман происходил. Человек, ИП, вот Жанат, она утверждает, ничего не знала об этом, хотя это продолжалось 5 месяцев. Вы представляете, с декабря прошлого года по, получается, по апрель. 32 миллиона. 32 миллиона, 25 человек, ей в кассу ничего не поступало, а он утверждает, что она сидела в магазине и ничего не видела. Вы в это поверите? Другим делали большие скидки на товар, к примеру, двери, которые в одном магазине стоили больше 3 миллионов, они обещали за 2 миллиона, взяв оплату через время со слезами на глазах. Говорили, что деньги потратили в клубе, а не на двери. Позвонила, говорю, мне нужно доборную доску заказать. И тут Айман плачет, вы знаете, мы ваши деньги потратили в лото-клубе. Я говорю, в каком лото-клубе? Давайте, не плачете, говорю, нормально, скажите, что случилось. Она говорит, вот через дорогу есть лото-клуб, мы потратили деньги там. Я говорю, кто мы? Он говорит, ну я, Аида, там, менеджеры. Я считаю, что руководство должно нести ответственность за своих работников. Тем более, сделка происходила в магазине. Директор магазина утверждает, что к этой истории не причастна. Женщина сама пострадала от недобросовестных сотрудников. 10 лет нарабатывала репутацию и теперь каждый день с ней скандалят покупатели. Два менеджера проработали здесь в общей сложности 2 года. Никаких замечаний не было. Но после того, как стало известно о махинациях, они были уволены. Выписывались товары на накладных, на фиктивных накладных, без договоров. Договор не заключался. И получается, девочки-менеджеры присвоили эти деньги. Сейчас идет расследование. Когда я узнала об этом факте, я сразу обзвонила всех клиентов, пригласила сюда. С каждым индивидуально разговаривала и написала в первую очередь заявление. Кто прав, кто виноват, выясняют полицейские. Уволенных менеджеров уже нашли. Обманутые люди говорят, что из двух продавцов дело расследуют пока только в отношении одного. Но оба под подпиской о невыезде. Правда, толку от этого нет. Деньги вернули только нескольким покупателям. Поэтому остальные требуют привлечь и руководителям магазина. И к вам они ходили советоваться, а вы там были внизу. А вы там внизу были. У вас сговор. Нет, нет. Пострадавшие готовят жалобу в генпрокуратуру. Они считают, что следствие ведется неправильно. Готово письмо и в комитет нацбезопасности. Люди уверены, что второму менеджеру удалось уйти от ответственности из-за высокопоставленного супруга, который работает как раз в КНБ. И просят отстранить его от работы. Тем временем новых продавцов в магазин пока не принимают. Руководитель здесь сама и продавец, и главный администратор. Ардак Сагидула Ернар, Сейла Убаев, Столичное бюро КТК.